Всем привет, с вами Руслан. Сегодня на столе у меня многострадальный Huawei Y5 2018 или же Honor 7, кому как удобно. Не одинаковые абсолютно телефоны. Такая крышечка у нас, он уже разобранный. Крышечка более-менее такая ровненькая, слегка введенная, выпрямится рамочкой. Телефон после удара имеет вот такой вот красивый корпус. Что удивительно, при этом экран у нас выжил. Принесли телефон с проблемой, что они видят сим-карту. Ну, конечно, она не будет видеть, потому что загнулась сим-лоток. Сам толкатель сим. Я временно поставил сюда толкатель от Honor 7, потому что он у меня был, но он, к сожалению, не под цвет. У нас цвет черный, а толкатель у меня цвета, как вы видите, синего. Для ремонта был куплен, была куплена рамка. Средняя часть корпуса абсолютно новая и, естественно, держатель сим-карты. Телефон мной был выкуплен у клиента, так как клиент отказался от ремонта, склоняясь на дорогую стоимость ремонта. И телефон я блокополучно выкупил за 500 рублей. Вложив небольшие деньги, мы заработаем, я думаю, порядка тысячи рублей. Ну, не больше. Поставим на продажу и что-то с этого получится. Приступим к восстановлению. Экран у нас уже отсюда выпрыгнул сам, благо экран не мененый, а клей на заводском экране, как вы знаете, у нас не очень сильно держит его к рамке, поэтому экран у нас выпрыгнул. Аккумулятор уже отключен. Давайте вытащим отсюда экран, то есть дисплей, то есть матрицу кому как удобно. Все называют по-разному. Вообще дисплейный модуль. Вот так он выглядит. Абсолютно оригинальный. Здесь у нас небольшие остатки клеящего состава остались. Убираем в сторону. Он нам пока не пригодится. Повторюсь, он полностью рабочий. Далее нам потребуется отсюда достать все, что у нас рабочее. Рабочее у нас здесь все. Достаем нижнюю плату, она у нас слегка подклеена. Вот так она выглядит. Убираем в сторонку. Также нам потребуется, нет, вру, не потребуется. На новой рамке есть уплотнительная резинка. Аксиальный кабель нам нужен. Убираем. И также нам нужен вибромотор. Чтобы снять вибромотор, воспользуемся флюксовом и маленько под его подложку брызнем. Также брызнем под подложку аккумулятора. Хлястиков для снятия аккумулятора здесь нету. Поэтому снимать будем флюксовом. Очень хорошо разъедает резиновую основу. На которой держится аккумулятор. И аккумулятор очень легко снимается. Отключаем шлейф боковых клавиш. Вот так это происходит. Также снимаем шлейф боковых клавиш. На новой рамке его нету. Аккуратно стараемся не порвать шлейф. Кстати, изгиб рамки ровно на шлейфе боковых клавиш. И слава богу, они здесь не порвались. Вот здесь имеется небольшой бугорок. Они просто выгнулись. Аккуратно поддеваем и отклеиваем шлейф. Убираем его также в сторону. Далее нам потребуется снять системную плату. Она здесь в защелках, в верхней части и в нижней. Проще всего снять ее с верхней части, потому что пластиковые защелки. Отщелкиваем и таскиваем в стенную плату. Вот так она выглядит. Слегка погнулась, но ничего страшного с ней не случилось. Полностью фунциклирует плата. И нам также потребуется снять отсюда динамик. Динамик также подклеенный. Поддеваем его под проклейку и поднимаем. Не тянем его сверху, потому что он может развалиться на две части и придется его менять. Все. С этой части нам требуется только аккумулятор. Берем лопатку и пытаемся аккуратно приподнять. Если не получится, придется подогревать. И аккумулятор благополучно отклеен. Слегка деформировался, но ему от этого хуже не станет. Просто поправим и все. Здесь у нас все целое. Мы его не проткнули. Слава богу. Лучше, конечно, это делать на сепараторе. Но, повторюсь, сепаратор есть не у всех, поэтому делаем это все на руках. Все. Аккумулятор у нас абсолютно ровный. Убираем и вибромотор отсюда отклеиваем. Также нужно попасть под клеящую подложку. Иначе вибромотор у нас развалится на две части. Все. И отклеиваем шлейф. Осталась у нас абсолютно пустая рамка, которая пойдет на выброс. Вот такое вот кара мысла. Приступаем к сборке. Рамочка у нас имеет заводскую проклейку. Имеет клеящий слой для аккумулятора. Давайте с него и начнем. Вставляем аккумулятор на свое родное место. Он сюда идеально встает. Повторюсь, мы его обратно выгнули. Он у нас вполне работоспособный. Устанавливаем вибромотор. Подклеиваем обратно шлейф. Далее подкнем динамик. Динамик у нас можно посмотреть, как ловится вот по этой крышке. То есть крышка стоит вот так. Вот наши контакты динамика. То есть контакты вот эти должны смотреть вправо. Укладываем его на свое законное место. Далее поставим нижнюю плату. Предварительно отклеив защитную пленку с клейкой основы. И ставим на место. Все. Нижняя плата у нас подклеилась. Коаксиальный кабель естественно втыкаем в нижнюю плату. Иначе сеть у нас плавить не будет. Прокладываем на свое родное место. Теперь можно поставить системную плату. Системная плата сюда также уложится, как в старый корпус. Старую рамку. Слегка мешает камера. Уложили. Подключаем коаксиальный кабель, чтобы потом не забыть про него. И теперь можем поставить боковые клавиши. Сначала вставляем их в системную плату. Защелкиваем коннектор и подклеиваем на свое место. Тем временем динамик у меня пытается убежать. Но не страшно. Все. Системная плата. Отклеиваем защитный слой с клейкой основы. Она здесь заводская. Проверяем липкая. Не высохла. Бывает то, что клейкая основа приходит уже высохшая. Это значит, что запчасть долго лежала. Поправляем на дисплее сеточку динамика. Дисплей я уже до этого протирал изопропиловым спиртом по краям. Немного, чтобы не залить подсветку. И ставим дисплей на заводскую проклейку новой рамки. Так как новая рамка у нас абсолютно ровная, дисплей сюда ложится идеально и можно не использовать дополнительный клей. Все подклеиваем. Возвращаем на место убежавший динамик. Подключаем шлейф нижней платы, который идет через шлейф дисплейного модуля. Подключаем шлейф дисплейного модуля. И теперь можем подключить аккумулятор. Далее для сборки нам понадобятся защитные экраны, которые я снял до этого. Отвертка и комплект болтов, которые были выкручены отсюда. Заворачиваем все болты на место. Не затягиваем без ума, не вырываем резьбу. С легким усилием подтягиваем. Далее можем поставить заглушку на нижнюю плату. Она также на защелках. Она на своем месте и также подкручиваем ее оставшимися винтами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, нижняя плата у нас на месте. Эти болтики у нас не отсюда, просто прилетели с отверткой. Дисплей у нас лежит в рамочке, никуда не отходит. Следующим шагом я беру свои гарантийные пломбы. Так как телефон придет на продажу, гарантийные пломбы здесь обязательно. И несколько пломб мы укладываем в ниши болтов, чтобы их не за борту вырастать. Отклеиваем так, я вижу, что я не крутил один болтик. Сейчас мы его найдем и крутим. Все болтики на месте. Еще одну. Данные гарантийные пломбы я заказал с Алиэкспресса. Постараюсь оставить на них ссылку, если найду. Также все ссылочки будут в описании на рамку и на многие запчасти на этот телефон. Все оставлю в описании под видео. И еще одну пломбу для ведомости. Как правило, кто разбирает телефон, в следующий раз пломбы эти снимать не будет, просто их сорвет. Теперь можем закрыть заднюю крышку. Проверить, как нажимаются боковые клавиши и включить аппарат. Картинка у нас есть, дисплей абсолютно рабочий, я его проверял. Также берем новый держатель сим-карты и устанавливаем его на свое законное место. Вот так он выглядит. Все, телефон полностью собран, функционирует и пойдет у нас на продажу. Предлагайте свою стоимость, за сколько я его выставлю на продажу. Будет интересно почитать ваше мнение. Пишите его, естественно, в комментарии. Будет очень интересно. У нас был такой простенький ремонт. Восстановление многострадального Honor, Huawei. Вот с таким вот прекрасным замятием. Всем спасибо за просмотр. С вами был Руслан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok